Добрый день, дорогие зрители православного портала «Экзегет». И вот в эти светлые дни продолжающегося празднования Рождества Христова, в эти дни святок мы с вами продолжаем и цикл наших бесед, посвященных и Вифлеему как городу Рождества Христова, их истории и внутреннему убранству храма Рождества Христова Вифлееми. И вот мы с вами уже побеседовали и о пещере Рождества, и о внешнем виде храма, о атриуме, о его, собственно, непосредственно храмовой части, которую мы описали. Но теперь, так сказать, мы еще должны с вами коснуться такой важной части храма, как южная и северная крылья Транцепта, то есть той части, которая пересекает собою храм непосредственно перед алтарем. Это также достаточно примечательные части храма, наполненные многими и священными какими-то воспоминаниями, и святынями. И поэтому здесь есть также о чем рассказать и на чем остановить внимание православного христианина. Так вот, начнем мы с вами с южного Транцепта, с южной части храма Рождества Христова и также прилегающей к нему территории. Итак, южная часть – это как раз-таки часть, из которой чаще всего и большинство паломников попадает в пещеру Рождества Христова. Построена она, естественно, тогда же, когда и сам храм, соответственно, и была украшена великолепной отделкой, характерной для всего храма Рождества Христова. Но сейчас от нее сохранились лишь такие небольшие черты, а кое-что было привнесено туда и в более такие поздние времена. Мусульманская эпоха, владычество Святой Земли добавила этому южному Транцепту такую очень характерную и интересную деталь – это так называемый михраб. Это молитвенные ниши, которые указывают мусульманам направление для молитвы на восток. Это, конечно, может быть, прозвучит удивительно для наших слушателей, но дело в том, что завоеватель Святой Земли, первый халиф ислама Уммар ибн Хаттаб, не покусился на то, чтобы отобрать храм Рождества у христиан, отнесся с уважением, с благоговением к этой святыне, но впоследствии при его преемниках южная часть храма была превращена в мечеть. Надо сказать, что в VII-VIII веках, в первые столетия после завоевания исламского православного Востока, вообще такая практика на самом деле имела место, когда какие-то значимые святыни находились в общем, что ли, таком использовании и христиан, и мусульман, являясь одновременно и храмом, и мечетью. Естественно, молитва совершалась там в разное время, по разному чину, но, тем не менее, такое происходило. Либо мечеть строилась прямо вплотную к христианскому храму, либо какая-то часть храма выделялась в качестве мечети. Мы с вами можем видеть это и в, например, в гробнице Божьей Матери в Гефсимане, и мы как-то об этом упоминали, там до сих пор сохранилась эта молитвенная ниша. Мехраб непосредственно прямо сразу за, тоже с южной стороны от гроба Пресвятой Богородицы. Точно так же это выглядело и здесь, в храме Рождества Христова. Надо сказать, что присутствие здесь мечети и места поклонения мусульман также сыграло свою такую особую промыслительную роль в истории храма Рождества Христова. Дело в том, что когда в начале XI века, около 1009 года, последователи безумного египетского султана Аль-Хакима, объявившего себя мессией, машеахом, или как характерное для уже, так сказать, арабского, языка арабской традиции выражение аль-махди, за этим последовало, последовало за вот этим провозглашением себя махди, мессией, машеахом, последовало уничтожение многих православных святынь, в частности, храма гроба Господня. Но, найдя непосредственно в этом храме Рождества Христова мечеть, последователи Аль-Хакима не стали наносить никакого вреда и ущерба этой древней святыне, и в очередной период своей жизни вот таким удивительным образом и своей обращенностью к разным людям и народам, ну, поскольку и Господь наш Иисус Христов, Христос пришел на эту землю для того, чтобы призвать к спасению каждого и всякого, вне зависимости от национальности, происхождения или других каких-то сопровождающих его существование на этой земле особенных деталей и черт. Вот и здесь эта вселенскость события Рождества Христова и посвященного ему храма также уберегла его от очередного разрушения. Надо сказать, что и завоеватели Иерусалимского королевства султан Салах-ад-Дин ибн Аюб, он также не причинил никакого вреда храму Рождества, хотя на тот момент никакого уже присутствия мусульманского в южной части Транцепта там уже не было. Наоборот, эта часть была уже украшена и расписана католиками при участии, как мы говорили, византийских мастеров, и некоторые элементы этой росписи сохранились и до сих пор по сию пору. В частности, к ним принадлежит расположенный выше над южным входом в пещеру Рождества изображение нерукотворного образа Спасителя. Об этом образе, об этой иконе существует масса каких-то таких паломнических легенд и преданий. Православные паломники, иногда и даже гиды на Святой Земле начинают уверять, что этот образ обладает какой-то совершенно особенной такой благодатью, то открывать, то закрывать глаза, когда на него смотрят благоговейные богомольцы. Но, в общем, конечно, даже не хочется лишний раз говорить о том, что это все-таки, извините, конечно, чушь. Нет, это просто образец великолепного, прекрасного, вдохновенного византийского письма, выполненного по заказу католического епископа Вифлеема Рауля и Иерусалимского латинского короля Амари при содействии правителя Константинополя, византийского императора Мануила Камнина. Никакими такими особо чудотворными свойствами это изображение, насколько нам известно, не обладает, да и расположено достаточно высоко. Так что, в общем, неудивительно, что иногда паломникам начинает чудиться и мерещиться, не пойми что, тем более, что, в общем, конечно, какие-то черты этого изображения по сию пору утрачены, поэтому кому-то может показаться, что глаза открыты, кому-то, что глаза закрыты. Это уже, в общем, просто особенности какого-то личного восприятия. Там же рядом находится и элемент, который послужил появлению другой паломнической легенды, весьма красочной, яркой, о том, что из вот этих четырех дырок в форме креста, которые расположены на одной из колонн, которые обрамляют собой южную часть Транцепта, вылетели когда-то пчелы и прогнали неблагоговейного, какого-то бедуинского или такого арабского, мусульманского, ворвавшегося сюда разбойника. Ну, честно говоря, никаких подтверждений этой легенды тоже обнаружить на Святой Земле не удалось. Ну, а сами эти отверстия появились не каким-то чудесным таким образом, и никакие пчелы их, естественно, в камне не проделывали. Но, на самом деле, если присмотреться, то и в других местах храма можно найти вот подобные следы, подобные отверстия, такой, казалось бы, действительно крестообразной формы. На самом деле, когда-то здесь крепились светильники. Ну, никакого электричества же не было. Храм освещался ярко горящими светильниками. Эти светильники держались в особых таких подставках, которые прикреплялись при помощи вот этих, ну, просто по случайности имеющих отдаленно крестообразную форму отверстий к непосредственно стенам колонн или стенам самого храма. На самом деле, и в других местах, и в храме Рождества можно обнаружить подобные же отнюдь нечудотворного происхождения знаки. Ну, это вот, так сказать уж, извините за это, это может быть какое-то такое разоблачение чьих-то представлений об истории паломнической традиции на Святой Земле. Но, как говорится, чудеса должны быть настоящими, и не нужно выдумывать их, а зачастую, к сожалению, на Святой Земле это так и происходило. И вот такое легендирование, оно сопровождало собою подлинную паломническую традицию и подлинные чудеса, действительно происходившие на Святой Земле. Безусловно, к числу чудотворных относится одна из таких очень заметных святынь южного крыла Транцепта. Это икона Божьей Матери, которая получила именование Вифлеемской. Икона эта является чем-то таким, ну, удивительным в ряду, в иконографическом ряду других священных изображений Божьей Матери. Считается, что это единственная икона Богородицы, на которой Матерь Божия изображена улыбающейся. Это действительно очень такое редкое какое-то явление, и в этом смысле икона действительно уникальна. И множество подвесов, которые к ней прикреплены, являются свидетельством тех чудотворений, тех исцелений, которые от этого чудотворного образа произошли. Для наших православных паломников, в особенности из России, может быть приятной неожиданностью узнать, что на самом деле икона эта была написана в России. По крайней мере, в южно-русских землях, может быть, на территории современной Украины. То есть, ее письмо относится к так называемым южно-русским письмам 17-го или, может быть, 18-го века. Именно тогда, по всей вероятности, богочестивые паломники из этих мест, кто-то из наших с вами предков, славян, принес эту прекрасную икону на святую землю и подарил ее в Вифлеемский храм Рождества Христова. Трудно сказать, когда именно и при каких обстоятельствах и кем это было совершено. Такими сведениями, по крайней мере, я, к сожалению, не располагаю. Но, тем не менее, вот эта святыня прочно обосновалась в Южном крыле Трансепта и является одной из такой наиболее, что ли, притягательных святынь этой части храма. Заслуживает интереса и очень такая своеобразная риза, которой украшена эта икона. Если приглядеться, то она сшита из разных кусков старинного атласа и других каких-то материалов, из которых когда-то шили, ну, явно какие-то такие платья, носившиеся аристократии. Вот одно из преданий, к сожалению, у которого мы не нашли каких-то документальных подтверждений, говорит о том, что эта риза была собственноручно шита никем иным, как российской императрицей Марии Александровны. Супругой императора Александра Второго. Эта благочестивая женщина, будучи по происхождению немкой и, соответственно, лютеранкой, происходила из того же гессендар-эпштадтского дома, что и последняя наша российская императрица Александра Федоровна, ее родственницы, потомок. приняв православие, она всею душой на самом деле приняла и Россию, и ее веру совершенно искренне, непритворно, сделалась очень таким благочестивым, ну и, к сожалению, а может быть и к счастью для ее посмертной участи, претерпевшим достаточно много скорбей, несмотря на свое царственное такое положение в своей жизни. И вот предание говорит о том, что в одном из своих таких снов эта молитвенница увидела как раз-таки Вифлеемский образ Божьей Матери, который тогда не обладал какой-то примечательной ризой, и Матерь Божия изрекла императрице такие удивительные слова, сказала ей, «Укрой меня, мне холодно». Проснувшись императрице, какое-то время раздумывала о том, что бы это могло означать, а затем поняла, что Матерь Божия желает получить от нее ризу на свою икону. Не случайно же она явилась ей именно вот в этом образе Вифлеемской иконы Божьей Матери. И вот из своих бальных платьев императрица собственными руками шила драгоценную ризу, которая была передана как такой высокий августейший дар на святую землю Вифлеем и вот с тех пор XIX века украшает собой Вифлеемскую икону Божьей Матери. как мы говорили, к сожалению, каких документальных подтверждений этому преданию обнаружить не удалось, но, по крайней мере, эксперты, которые изучали саму ткань, однозначно сошлись во мнении, что она действительно принадлежит каким-то платьям, которые принято было носить на балы какие-то такие особо торжественные события аристократии XIX века. Так что в этом смысле, по крайней мере, это предание получило вот такое подтверждение. Рядом с этой вифлеемской иконой, к которой охотно прикладываются паломники, ставят перед ней свечи, расположен также открытый, лишь покрытый такой вот сенью предел в честь обрезания Христова, которое, как мы знаем, совершилось на восьмой день после Рождества и, по всей вероятности, произошло именно в вифлееме. Ну, трудно предположить, чтобы сразу пускай даже после таких нетленных и безболезненных родов, но даже просто по привычке относиться именно таким образом к родившей только что женщине, святое семейство могло куда-то стронуться, отправиться в какой-то дальний такой путь. Скорее всего, именно здесь, в вифлееме, и было совершено обрезание над Господом Иисусом Христом в память, о чем здесь и существует предел осененной такой красивой сенью и иконы, которые были сужены усердием архиепископа Дамианса. Далее из южного южной части Транцепта ведет дверь, которая на самом деле можно выйти, если заручиться соответствующим разрешением у монаха, который как правило сидит там же на лавке, присутствует, там и следит за порядком монаха-светогробца или послушника члена этого братства. У него же можно взять ключи от находящейся вот в этом южном атриуме, дворике входа в южную часть комплекса пещер храма Рождества Христова. Дело в том, что эти пещеры, они внешне напоминают чем-то, ну, такое некое отдаленное подобие подковы и являются частью существовавших на этом месте, ну, пускай не таких больших и значительных, как в Риме, но вот катакомб, использовавшийся и для подвязавшихся там монастырской братьей, как кельи, и также как место погребения, захоронения. Сейчас в этой южной части находится пещерный храм в честь вифлеемских младенцев. Как мы знаем, по приказанию Ирода в Вифлееме были перебиты все младенцы от двух лет и ниже, которые явились таким образом первыми своего рода мучениками за Христа. Церковь почитает их, совершает их память 29 декабря по старому стилю 11 января по-новому. Это как раз-таки день воспоминания страданий вифлеемских младенцев. Различные оценки, различные предания говорили о разном числе, называли разное число этих младенцев. Называлось число и 7 тысяч, и 11, и 14 тысяч, как сейчас написано в нашем православном календаре. В то же время другие некоторые церкви, в том числе армянское или сирийское, доводили это число до 64 тысяч, что, конечно, очень маловероятно, учитывая размеры тогдашнего вифлеема. это, в общем, на самом деле по тем временам 64 тысячи, это размеры очень крупного вообще-то города, и вифлеем даже со всеми окрестностями едва ли насчитывал такое количество жителей, не говоря уже о таком количестве младенцев. В этом смысле может быть несколько преувеличенной, но близкой к действительности является цифра в 14 тысяч. Святые мученики, младенцы вифлеемские традиционно почитались и Иерусалимской церкви, в особенности, конечно, вифлееме, и впоследствии в других церквях культ почитания младенцев вифлеема убиенных за Христа распространился и в латинской западной традиции, и у нас на Руси, например, у нас в пещерах Киево-Печерской Лавры хранятся части мощей вифлеемских младенцев, и у нас здесь троица Сергия Лаври, также содержится частица мощей одного из таких невинно убиенных младенцев в вифлееме. Но значительная часть их тел, костей, по крайней мере, по убеждению современных вифлеемских христиан, до сих пор находится, сохраняется вот в этом пещерном храме в вифлееме с южной стороны от непосредственно самого храма. Спуститься там можно по такой лесенке устроен был этот храм еще в византийские времена и по всей вероятности вообще-то служил таким подземным некрополем. В других пещерных помещениях там можно видеть такие традиционные, характерные именно для византийского погревального обряда каменные такие своего рода траншеи, желоба, в которые когда-то укладывались тела почивших православных христиан, затем после того, как они там разлагались накрытые сверху плитами, эти плиты снимались, кости омывались и хранились уже в особых косницах, в особых асуарях, таких вот местах или сосудах для хранения вторично захороненных, как это называется костей умерших. Вот несколько из помещений, которые примыкают сейчас к вот этому пещерному храму вифлеемских младенцев, как раз-таки представляют собой вот эти еще византийские громницы. Уже в XIX веке на этом месте был построен или перестроен переобустроен храм в память о чем там до сих пор сохраняется вышитая плащаница с изображением Христа, причем надо сказать российского производства с надписями по-славянски. Также небольшая часовня в честь святого великомученика Георгия Победоносца повсеместно вообще-то почитающегося на святой земле и в честь него как правило именуют большую часть святогробских монастырей. Ну и замечательная икона, которая как раз-таки вот уподобляет совершающих аборты в наше время тем убийцам, которые не пощадили юных жизней вифлеемских младенцев, но предали их убиению и мечу. Вот это можно сказать о южной части комплекса, пещерного комплекса пещеры Рождества. Если опять подняться наверх и пройти чуть дальше через вот этот небольшой дворик южный атриум храма Рождества, то оттуда ведет вход в монастырь святого правильного Авраама. Этот монастырь построен еще в латинские времена крестоносцами для аббатства августинцев и поэтому он несет в своей архитектуре такие как раз таки черты времен католической архитектуры времен крестоносцев. С одной стороны он обнесен такими прочными стенами, над ним возвышается колокольня, правда уже более позднего такого происхождения, но зато внутри он оформлен как традиционный такой католический монастырь, который чаще всего из себя представлял такое прямоугольник или квадрат в центре которого находился обнесенный колоннадой дворик который назывался либо в соответствии с французской традицией клуатор либо по-итальянски назывался иль патио иль патио да-да это совсем не разновидность пиццы а с итальянского языка это переводится как двор или дворик и вот именно такое иль патио до сих пор является такой с времен средневековья даже более ранних времен характерной чертой вообще в принципе католических монастырей сейчас в монастыре святого правильного авраама как раз таки подвизается православное святогробское братство там живут монахи иерусалимского патриархата там останавливаются священнослужители там живут прислужники которые работают несут свое послушание при храме рождества христова но отчего получило это место название в честь праведного авраама ну может быть сделать здесь в каких-то средневековых паломнических легендах которые отчего-то считали что именно здесь авраам оставил своего ослика вешала все необходимое для жертвоприношения для того чтобы отсюда уже налегке без осла потом совсем необходимым подняться на храмовую гору на гору Мариа где авраам собирался принести жертву своего единственного сына первенца Исаака по повелению Божия ну это традиция эта история передается некоторыми в том числе и православными паломниками в частности например Гумен Даниил ее приводит паломник начала 12 века из России первый достоверно известный нам русский паломник может быть именно с этой средневековой легендой и связано появление здесь монастыря именно в честь святого праведного Авраама также неподалеку от монастыря святого праведного Авраама куда на самом деле есть и другой вход помимо вот этого входа ведущего непосредственно в храм из храма Рождества Христова есть также отдельный вход в монастырь святого Авраама ведущий со стороны улицы молочного грота Милк Гротто Стрит так называемый но естественно этот вход как правило всегда закрыт и пользоваться им могут только те у кого есть соответственные ключи от этого места здесь же рядом находится и православный монастырь в честь Святого Великомущника Георгия Попедоносца практически так же примыкая к этому месту и поэтому в честь Святого Георгия Попедоносца в атриуме южного южной стороны храма Рождества Христов находится также и большая икона в честь святого великомунищика георгия победоносца ну а мы теперь с вами с южной стороны переместимся на северную и надо сказать что северная часть трансепта намного более скудна какими-то впечатлениями и святынями эта часть полинджит армянам и там находится только весьма простой по украшению довольно аскетичный такой престол на котором армяне совершают свое такое ежедневное богослужение и в общем-то более ничего такого особо примечательного там нет но зато оттуда ведет один из выходов ну или их можно сказать входов через которые можно попасть в примыкающий к храму рождества монастырь католический монастырь святой екатерины в один из входов как раз таки который ведет из северного трансепта можно попасть непосредственно в храм а из другого можно попасть именно в дворик то самое вот патио в клуатор которая расположена непосредственно перед входом в монастырь святой екатерины надо сказать что этот монастырь ведет свое начало тоже с времен глубокой старины и можно сказать древности в 384 году здесь при краме рождества христова поселяется один из таких весьма известных почитаемых и внесших огромный вклад вообще в историю во всю жизнь католического мира но также в общем-то православный православными вместе с теми почитаемый святой блаженный ироним стридонский в конце четвертого века оставив свое такое достаточно приметное положение в риме и окруженный тогда в риме в почетом уважением этот ученейший человек предпочитает сокровищем богатству и суете древнего рима уединение вот в этом комплексе пещер при храме рождества христова и действительно вот та самая дверка которая видна в глубины в глубине пещеры рождества она как раз таки и соединяет основную часть пещеры рождества с северной частью находящийся ныне в руках католиков той самой частью где подвязался блаженный ироним вместе с ним подвязали здесь также его соратницы блаженная павла ее дочь евтихия а также ученик пожарного иронима и все и впоследствии епископ кремонский и так блаженный ироним со своими учениками со своей общины поселяется при храме рождества христова на основу здесь одну из таких первых монашеских общин хотя вообще-то говоря вифлееме совершенно очевидно естественно находилась целое такой вот куст и целое собрание православных монастырей но вот это латинская община наверное была первой представительница по представителям такие-то таких выходцев из рима причем действительно образованных богатых в мирской жизни значительных но тем не менее презревших все это ради уединения и жизни в молитве изучение священного писания здесь на протяжении сорока лет и ироним несет величайшие труды в первую очередь как церковные ученые оставившие огромный вклад в жизнь католической церкви главным образом этот вклад выразился в том что здесь он на протяжении долгого времени изучив еврейский язык и естественно зная древнегреческий он осуществляет полный перевод библии на латинских язык всех книг священного писания этот перевод на латинский до самого недавнего времени повсеместно использовался католической церкви под названием вульгаты то есть общепринятого общего в этом смысле это действительно выражение однокоренное известному понятию вульгарный хотя и не носит совершенно такого негативного оттенка это слово только означает что этот перевод был принят всей латино из всеми латиноязычными церквями ну естественно в первую очередь рима католической также им было составлено так называемый она мастик он это тоже очень большая работа очень ценная работа по святой земле на греческом языке этот труд составил евсевий кисарийский а ироним перевел его на латынь и дополнил многими своими ценными замечаниями наблюдениями подчеркнутыми непосредственно на святой земле она мастик он эта книга которая говорит о названиях и отождествляет идентифицирует название сохранившиеся в библии в священном писании с тем положением на местности этих упоминаемых в библии городов селений или просто каких-то памятных мест с географии святой земли 4 5 веков времени жизни боженного иронима святому ирониму и принадлежит еще один очень ценный в паломническом отношении труд это странстве божены павлы в котором он как бы вот в такую на самом деле художественный вдохновенной форме описывает паломническое путешествие свои ученицы божены павлы по святой земле и это один из первых таких путеводителей по святой земле написанных на латинском языке католическая традиция надо сказать несколько так и исказила в крестоноский период житие боженного иронима отчасти смешала его с преподобным герасимом орданским стала приписывать ему эпизод с исцелением и служением ему льва из жития преподобного герасима и до сих пор вот такая западная иконография очень часто изображает иронима примерно так же как восточно изображает преподобного герасима с прислуживающим ему львом ну и это на самом деле был один такой из таких очень распространенных сюжетов религиозной в особенности народной религиозной и священной живописи в римокатолической церкви блаженный ироним кончает свои полные трудовые дни в 420 году а в шестьсот сорок втором году он его тело которое было погребено здесь на месте его подвигов было перенесено на его родину в италию и сейчас прибывает в церкви санта мария маджора в риме ну надо сказать что гробниц ну правда пустая уже не хранящая в себе святых мощей блаженного иронима до сих пор находится в этом пещерном комплексе в посвященном блаженному ирониму храме также имеют своей посвященным храмы и ученики его жену иронима павла ее дочь евтихия и и все век римонский также есть небольшой пещерный предел в честь явление ангела праведному иосифу ну и свой вариант хранилища для мощей убиенных в вифлееме младенцев хотя этих остатков этих вот мощей в католической части намного меньше чем византийской попасть сюда можно как мы уже сказали если выйти в северную сторону из храма рождества из вот этой вот основной его части либо из северной части танцепта либо из северной части непосредственно храма и тогда можно оказаться в храме монастыря святой великомученицы екатерины почему этот монастырь который принадлежит католикам и является их такой главный штаб-квартиры при иерусалимском храме получил имя святой екатерины ну трудно сказать окончательно определенно хотя возможно это связано с тем что во время своих крестоносных походов католики крестоносцы завоевали также и синай с знаменитым инструмент святой екатерины это способствовало тому что культ и почитание святой екатерины очень возросло и распространилась на латинском западе но естественно на латинском востоке того средневекового периода времени храм в современном своем виде католический был построен 1881 году но значительной степени был перестроен в 1947 49 годах знаменитым и надо сказать выдающимся без всяких шуток архитектором католического мира антонио барлуца в патио который так жили в клуатре который примыкает к костел к храму святой екатерины из которого как мы говорили ведет спуск в пещеры блаженного иранима вот в самом клуатре который примыкает к этому храму посреди него установлен памятник в честь святого блаженного иранима этого великого замечательного отца на самом деле еще не разделенной церкви и в общем вполне православного по своим взглядом по своему учению которое он проповедовал хотя и и она имела такие определенные несколько характерные свойственные для западного мышления черты поздравляем с наших зрителей с продолжающимся праздником рождества христова ну и призываем в наших молитвах и пресвятую владычеству девам богородицу благодаря которой это чудо произошло и святого праведного иосифа обручника который сопутствовал деве марии в этом столь судьбоносном для человечества путешествие ну и также призвем в память и молитвенную помощь нас нам святых вифлеемских младенцев пострадавших за христа ну а также не будем в общем пренебрегать и молитвами блаженного иранима стридонского его святых учеников и святой великомученицы катерины с праздником вас дорогие братья и сестры с рождеством христовым с продолжающимися святками желаем вам добром здравии встретить и праздник обрезание христова и василия великого а также и празднование в честь богоявления крещения господа нашего иисуса христа который вот уже достаточно скоро придет на наш порог благодарим вас поздравляем всего доброго внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео